Может вы читали в Новом Завете, когда Иешуа было 12 лет, они пошли в храм в Иерусалим. В традиции в еврейской, когда мальчик достигает 13 лет, девочка 12 лет, то они каким-то образом становятся быть свободными и теперь служат Господу, ответственными перед Богом. Конечно, понятно, что мама и папа до сих пор продолжают оплачивать все им, но с этого момента они становятся ответственными, несут ответственность. И можно сказать, что это первый раз, когда мальчик становится парнем, и он приходит и читает из свиток Торы, из свитков. Абсолютно. Сейчас мы начнем с теканами. Суббитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Mahutu Leolam Adonai Echad Baruch Shem Kavod 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 12 глава, 12 глава, можете ответить в Библию. Вымамосинха, мы называем Пасух Ришону до 13. 12 первого по 13 стих. 13 глава, книга бытия. Пожалуйста, будьте шкат, пожалуйста. 14 глава, книга бытия. 14 глава, книга бытия. 15 глава, книга бытия. 15 глава, книга бытия. 16 глава, книга бытия. 16 глава, книга бытия. 17 глава, книга бытия. 17 глава, книга бытия. 18 глава, книга бытия. 18 глава, книга бытия. 18 глава, книга бытия. 19 глава, книга бытия. 19 глава, книга бытия. субтитры сделал DimaTorzok 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 давайте мы помолимся за семью и благословим особенно якова потому что для него это особенный период и для тех кто знает прошу написано в этой главе господь говорит леглиха начни свою дорогу вот он твой путь я эти слова хочу пожелать якову леглиха и начни двигаться сейчас как яков как человек который останется ядще филит гус поднем богом стаеев dead кто единовый но его и он и мы хотим левард азов инощер шебракан аннахну махרизим бракха על яков анахну махרизим брака ал кула мишпахат володарске анахну мудим лиха а бэ шевета от ам лярца ину в умина есть леди им при Амин. АПЛОДИСМЕНТЫ И, действительно, это чудо, когда человек не может иметь детей, он дает детей. И благословляет семью, и милует, и спасает. На всех дорогах он охраняет нас. И если мы спотыкаемся, то он нас поднимает. И я хотел бы сегодня сказать вам, как я стою, сын и отец стоят в пармитре, так и все мы сегодня стоим перед Богом и сыном Ишима Машиаха. И я хотел сказать, может быть, если можно, не Парашашево, но как бы из Парашашево, потому что я тоже читал, и если можно, как бы большая честь для меня, для нас, семьи, для Якова. И сын читал в первый раз в жизни, из Тары, настоящего, ситки Тары. Большая честь, прибыть в Израиле, тем более читать в такой день великий. И для меня хотел сказать, когда я читал Парашашево, Ночью открылась. Ну, самое простое, я вам скажу такую вещь. Помните, как написано? И поверил Авраам, и это менялась ему в праведность. И когда вы читаете, дальше, в других писаниях, я когда читал, мне приходилось в других писаниях, как бы я читал прошедшего это, а читалось в других писаниях. Помните, Ной, он тоже поверил Богу, и это менялась ему в праведность, и Бог его спас. И знаете, сегодня во время песни, когда пели прославление, я вдруг увидел такую вещь, такую, то, что у меня тоже открылось, что как мы становимся детьми Авраама? Поверим в Бога. Мы верим в Бога, который послал сына Ишуа Машехова спасения. И это менялась в праведность, и мы спасаемся, и никак иначе. И то, кто... Как появляются дети Авраама? Те, кто верят в Богу, которому меняется в праведность. Это лих-лиха, начало пути любого человека. И вся татара, которая написана, об этом и говорит. Поверь Богу, и тебе это виниться в праведность. И следуй за Ним, и слушайся за то, что Он тебе говорит. Даже когда легко, будет слишком хорошо, и когда тяжело, всегда обращайся в Богу, верь Ему, и праведность Божия будет всегда с тобой. Аминь. Иисус. Я хотел еще чуть-чуть добавить по этой прошедшему. Я читал, у меня много чего открывалось. Если можно, просто маленькое такое, что не открылось. Понимаете, мы читаем часто в откровении, что я очень не люблю, когда человек теплый. Или люблю, когда ты горячий. Но лучше бы ты не был теплый, лучше бы ты холодный. И мне откроется, кто такой человек теплый. Это человек, который взял Слово Божие и оставил его. Как часто пишется, когда Ишуа говорил, одно семя упало на каменистую почву и не смогло взрасти, потому что не было возможности. Другой упал на почву, там, где растут буряны, и буряны заглушили его. Но я хочу благословить и сына своего, чтобы он взял Слово Божие, был крепок и смел, и мужественный, как Авраам. Который, когда в этой прошедшеме написано, пять царей воевали с четырьмя царями. И победили, так что два царя бежали и упали в Смоленую яму. Царь Содомский и другой царь, я уже забыл, какой царь второй упал. А он взял, он был не царем, у него делалось столько даже людей. Он взял по смелости своей вере в Бога, взял своих друзей, и их было всего, и рабов своих. И пошел и побил пяти царей. И вот именно кто с Богом, и смелый человек, я хочу сказать, смелый человек, это тот, кто всегда идет за Богом. Он горячий человек. Не обязательно такой, что смелость, но Бог дает смелость в том, чтобы не оставлять его в любой ситуации. Любой смелый человек, это тот, который горячий. А теплый, который взял Слово Божие, оставил, я говорю Бога, чтобы... И прошу Бога, чтобы мы никогда не оставляли его, не были никогда теплыми. Шли всегда за ним. Были людьми смелыми, и горячими, и уводными перед ним. Аминь. Знаете, у Якова, про которого говорят Писания, жизнь была непростой. И очень часто он выходил с Израиля, возвращался, было много разных преткновений, было много разных препятствий. Но он продолжал идти в доверии к Богу. И я хочу тебе, Яков, пожелать, чтобы ты никогда не останавливался, ничего не делал наполовину, но с усердием продолжал двигаться вперед. Чтобы никакие препятствия тебя не могли остановить в жизни. И если даже есть что-то тяжелое, чтобы ты всегда мог обратиться к Господу, Который всегда поможет, Который всегда ответит на молитвы. Просто двигайся вперед, и пусть Бог будет с тобой. Во имя Ишуа. Аминь. Яков, где Господь говорит, вразумлю тебя, поставлю на путь истинный и око мою над тобой. И пусть это его взгляд ты чувствовал, читая Слово, ходя за ним, его путями. И пусть воля его исполнится в твоей жизни. И все благословения, все мишпахи, чтобы были здоровы и все преуспевали, как говорится, без всеми всего на свете. Аминь. Яков, я хотел тебе сказать пару слов, что мы тебя очень любим. Я уверен, что для меня и для всех учителей была большая гордость. И обучать тебя, чем можно, и учиться от тебя тоже. Ты очень умный мальчик, иногда даже казалось, что ты слишком умный. Много тебе счастья. Самое главное, всегда помни на своем жизненном пути, что самые лучшие твои друзья и советчики, это зарядители, мама и папа. Всегда, если тебе что-то нужно, получить правильный и мудрый совет, обращайся к ним и иди за ними, смотри на Бога, как папа тебе правильно сказал. Быть горячим, всегда держаться за Него. И совета и помощи всегда ты можешь попросить своих родителей. Также здесь, в собрании, чтобы ты знал, что не важно, что и когда, и что и как, ты всегда здесь получишь правильный совет, и мудрость, и ободрение. И всегда здесь тебе рад во всем и всегда. Будь здесь, держись за Бога, и уважай, и полюби, и почитай своих родителей всегда. Всех вам благ. И Мазаттов шикарно прочитал, молодец. Да, и Яков, тоже я присоединяюсь к детской группе, в которой ты был. Действительно, как хорошо сказал Максим, ты отличался умом и сообразительностью. Вот, но я, как бы, тоже имел честь с тобой быть в лагерях. И я видел твое тоже развитие, как ты постепенно из мальчика такого, вот, ты становился мужественным и серьезным и ответственным. И действительно, в последний год я вижу, как ты стал более ответственным. И я просто все же тебе желаю, чтобы ты продолжал идти с Богом, и чтобы ты продолжал читать Слово и жить по Нему. Вот, это тебе подарок от нашей... ОК, Ефемио, спасибо. Еще не все хотела... Мы еще хотели, как собрание, как община, поздравить. Сколько раз сегодня говорили за Лех-Леха, иди, да? А Господь мне сегодня стих дал для Якова. Яков, послушай. Это для тебя. Тринадцать лет, Бармитсва у тебя, радуется вся твоя семья. Родителям спасибо ты скажи за то, что подарили жизнь. Брат, сын и внук ты для семьи, помощник в доме, это ты. Яков, поздравить мы пришли, в общине не заметили, как вырос ты. Послушай слово ты, Творца. Ты сын мой тоже, и люблю тебя. Твердо по моей тропе ходи, и чаще на меня, Яков, смотри. Амин. Давайте мы все встанем. Бона Амода на Ахмониках это... Сейфер Тора. Сейфер Тора. surrounded. Сейфер Тора. Сейфер Тора. Сейфер Торнегий. Продолжение следует...